С квоттером, который захватили лондонский особняк российского предпринимателя Андрея Гончаренко, всё-таки придётся найти себе другое пристанище. Суд британской столицы настоятельно рекомендовал им освободить помещение, иначе выселят насильно. Правда, и без суда, и полицейских находятся желающие это сделать. С подробностями из Лондона наш собственный корреспондент в Соединённом Королевстве Александр Хабаров. Борьба за дом российского миллиардера Андрея Гончаренко в центре Лондона подходит к завершению. По решению суда, захватившие здание анархисты должны его освободить. Этот день обитатели особняка провели на балконах, ожидая судебных приставов. Дом миллиардера сквоттеры обещали превратить в приют для бездомных, и решение суда они считают несправедливым. Мы считаем преступлением оставлять пустующими огромные дома, когда на улицах столько бездомных. Решение суда означает, что те, кто на несколько дней нашёл для себя убежище и крыши над головой, будут опять брошены на произвол судьбы. Засевших в доме анархистов уже пытались отсюда выбить. На днях у здания появилась группа крепких мужчин. Они выкрикивали ругательства и требовали освободить помещение. Некоторые из них даже постарались проникнуть внутрь. Кидали в окна камни и горящие предметы. Сквоттеры защищали себя и собственность российского миллиардера при помощи огнетушителей. Один из них попытался забраться внутрь, но я встретил его струёй из огнетушителя. Похоже, что это были какие-то неофашисты. Они прочитали в газетах про то, что мы в этом доме. До того, как четырёхэтажное здание приобрёл Андрей Гончаренко, в нём размещался испанский культурный центр. Офшорная компания, бенефициаром которой является россиянин, заплатила за эту недвижимость 15 миллионов фунтов стерлингов. Всего же, как пишут британские газеты, миллиардер потратил на покупку домов в Лондоне 250 миллионов. Жемчужина этой коллекции – особняк Ганновер Хаус за 120 миллионов фунтов стерлингов. В этом здании Найтан-сквер богатый россиянин никогда не жил, но собирался серьёзно его реконструировать. По сведениям газеты «Гардиан», одно только согласование необходимых формальностей с местными властями обошлось ему в 800 тысяч фунтов стерлингов. По сведениям газеты, в доме помимо основательного ремонта помещений в будущем должен появиться бассейн. Получилось, что незваные гости лишний раз привлекли внимание к инвестициям российского миллиардера и дали британской прессе повод посудачить о его личности. Пишут, что этот бывший топ-менеджер разбогател ещё в 90-х годах, в том числе на строительстве и сделках с недвижимостью. Его называют здесь человеком скрытным и любителем закрытых вечеринок в дорогих клубах на Лазурном берегу и Нью-Йорке. За неделю, что мы находились в этом здании, нам удалось превратить его в общественный центр. Мы предоставляли еду и тепло нуждающимся. Владелец дома купил его три года назад, но ничего такого не делал, и я хотел бы спросить его, почему. Поскольку здание на Итон-сквер не оформлено как жилое помещение, его захватчикам по английским законам ничего, кроме принудительного выселения, не грозит. Народная тропа к Дому миллиардера просуществовала недолго, но сквоттеры намерены на этом не останавливаться и обещают занимать новые пустующие помещения. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.